Приветствую тебя. Здорово. Здорово, здорово. Слушай, ну, посмотрел я видео с ОППТ, тоже сотрудничаем, несколько видео до этого записывали. У меня много вопросов по патчмейстеру. А какие конкретно вопросы, что конкретно интересуют? Смогу я ответить-то на них? Может, такие вопросы, что я ответить не смогу? Ну, вопросы именно по практике, то есть интересуют... Вот ты говорил, что там есть человек, который живым словом проходит сквозь границы, то есть он произносит определенные фразы, его пропускают. Это реально так? Да. А много таких людей? Это реально, что в интернете. То есть просто погуглить, да, погуглить в интернете, да, он никуда не прячется, он там не один, он из Европы, там один, по-моему, я сколько помню, из Бельгии, по-моему, один бельгиец по происхождению, второй, второй не помню, то ли голландец, то ли американец. Один бельгиец точно помню. Доказательства есть какие-то, видео, что вот он пришел на границу, прошел? Ну, я у них не спрашивал видео доказательства, потому что я изначально с этим познакомился, когда об этом писали зарубежные газеты. То есть там был прецедент где-то в Европе на границе, вот, его там сначала вроде как арестовали, потом отпустили, то есть это была информация как бы из средств массовой информации. Это было примерно где-то года два назад, вот, и потом я стал искать, копаться в интернете, и потом еще одного нашел, вот, на эту же тематику. То есть вся информация из интернета и из открытых источников, то есть из средств массовой информации, которые где, когда это что-то фиксировалось. А они по-русски или по-английски разговаривают? Не знаю, без понятия. Ну, охота какой-нибудь, ты же тоже патчмейстер, у тебя же много знакомых, я так понял, патчмейстеров, правильно? Я могу только свой опыт рассказать, потому что за чужой опыт говорить, как бы, ну, ты сам понимаешь, да, что там было на самом деле, а так оно было или не так, это всегда под вопросом. То есть вести видеофиксацию на границе, я тебе могу сразу сказать, ну, я не знаю, кто это сможет сделать, вот, потому что меня с супругой дважды арестовывали пограничники, там категорически просто, то есть там попробуй достань телефон, то есть они сразу говорят, что ребят, у нас сейчас в тюрьму просто посадим, здесь запрещено снимать и все, и категорически там, без всяких вариантов, то есть там таких вариантов, как там скрытые камеры и так далее, то есть я этим не пользуюсь, да и зачем рисковать, потому что они, у них стало уже подозрение там, типа там шпионаж, потому что у меня был такой рюкзак, обычный простой рюкзак, знаешь, вот через одну лямку протянутые провода, ну, чтобы подключить наушники, то есть телефон в рюкзак кладешь, и там такие два подка уже встроенные, да, и наушники подключаешь туда, вот, а им показалось, что там видеокамера, когда вот нас первый раз арестовали на границе, там вот, в Чертково, это под Ростовом, Ростовская, вот, и он увидел там такую эту штучку, как он схватил у меня этот рюкзак, а, у тебя тут видеокамера, а тут это самое, я говорю, да какая видео, посмотри, это для наушников сделано, да все, он такой, а, фу, а, такой, блин, и такой уже, знаешь, прям завелся, прям конкретно, вот, так что я не знаю, кто в состоянии реально, по крайней мере, вот с нашими погранцами вот так вот взять просто в легкую и снять, чтобы они разрешили, тут я очень сильно сомневаюсь, что это можно кому-то сделать, если, может быть, там как-то только там заранее договариваться, не знаю, какое-то разрешение там получать в центральном там управлении ФСБ, которые курируют как раз вот погранцов, вот, а так у них категорический запрет, ты что там сразу в территорию уходишь, там только попробуй достань телефон, то есть даже если кто-то вот тебе позвонил, ты телефон достаешь и уже ты вошел в зону таможенную, вот, они просто подходят и говорят, выключите немедленно телефон, уберите телефон, то есть они прямо подходят и говорят. Это где, что за граница? Ну, я тебе говорю про Россию, Украину, в частности, то есть это вот и Гомельская Украину въезд, в последнее время часто мы ездим вот Чертково-Миловое, Ростовская, то есть она там легковая, вот, грузовики там практически не идут, вот, редко-редко там какие-то грузовики, в основном, ну, видимо, свои какие-то, не знаю, потому что там вообще они как бы официально заявлены только для легкового транспорта и для пеших, поэтому там, ну, вроде как немножко поспокойнее, хотя в последнее время тоже там по 15 часов в очереди люди стоят, поэтому, то есть только вот так вот опыт можно рассказать, потому что мы с третьего раза только смогли пройти, ну, я в частности, я говорю, у меня супруга украинка, а я россиянин, поэтому у нее там немножко другая процедура, а вот у меня только с третьего раза получилось, то есть первые два раза, я говорю, что вот нас просто реально арестовали, да, и там разбирались, там запросы в Москву и так далее, все, в общем, там через ФСБ, там, второй раз мы, нет, первый раз мы три часа просидели там у них в управе на границе, в Чертково, но второй раз быстрее, там где-то около часа, так что, как бы, ну, вот так вот, ну, правда, все пробили, проверили там, ну, потом в итоге извинились, сказали, ну, да, вот извините, мы тут думали, что вы СССРовские, я говорю, а что СССРовские, ты что, не это самое, да, что-то так, ответили такое, то есть я понял, что у них там какая-то указюлька, то есть там в разговоре пока общались первый раз, рассказали, что перед нами там буквально там за несколько дней был с бумагами СССР, мужчина какой-то, то есть мы его не пропустили, и он там тоже что-то там доказывал, что там какие-то документы показывал, там, афидевиты, еще что-то там, документы, там, справку СССР, ну, и так далее, и так далее, и так далее, в общем-то, куча всего, но, в общем, в итоге они его завернули, вот, они его не выпустили. А третий раз, когда с женой проходили, вы хоть какие-то документы показывали? Она шла по своей процедуре, то есть у нее загранпаспорт Украины и, значит, свидетельство патчмейстера, вот. У меня был с собой загранпаспорт, естественно, на всякий случай, но я проходил уже чисто по свидетельству патчмейстера. Все как бы, ну, я уже просто знал, я уже просто понимал как бы все это механизм, потому что я до этого два раза изучил и посмотрел, ну, понял для себя просто, что говорить нужно и что говорить нельзя, как они ведут провокацию, как они провоцируют, там, какие слова задают, какие бумаги там они, ну, как бы не заставляют, но, как бы, делают так, что вроде как ты обязан подписать какую-то бумажку, вот, но когда начинаешь ее изучать, ты понимаешь, что, то есть они тебе предлагают, как бы так навязчиво предлагают подписать бумагу, что ты физлицо, вот, и что ты им разрешаешь, там, творить с тобой полностью все, что хочешь, там, и досмотр, и просмотр, и задержать, и там, и не пустить, и, в общем, ну, ты вообще полностью все права им, короче, передаешь. И когда говоришь, нет, ребята, тут вот записан вот кто-то, кого я не знаю, я с ним не знаком, говорю, вы зачем меня вот сейчас вот принуждаете подписать бумагу за кого-то, кого я даже не знаю, я говорю, вы вот напишите меня, как я есть, вот, там, живой мужчина с именем, вот таким-то, да, вот, как бы, и все, и без проблем, они такие, ну, да, мы сейчас напишем, потом раз, и опять-таки, не, ну, давай ты подпиши, а потом мы напишем там, а потом ты там, ну, в общем, разводил его полное, короче, но потом, когда вот они три раза все это, все это вот прошли проверочную, как она, провокационную стадию, вот, как бы на этом все успокоилось, как бы, ну, как бы ладно, хорошо, все, как бы мы все поняли, все, проходите, пожалуйста, да, все, там, будьте любезны, давайте мы вам поможем чемоданчик поднести, то есть сразу вот просто сама любезность, я говорю, да ладно, с чемоданом сам справлюсь, ну, в общем, проводили до самых дверей там, только что платочками помахали, то есть, ну, вот это действительно была вот такая ситуация, это мы выезжали с России, въезжали в Украину, Украина была намного проще, на России все равно долго держали, там, где-то около часа тоже куда-то, запросы отправляли тоже там, но потом, то есть, в итоге там даже куда-то сначала завели там какую-то, ну, типа, как, знаешь, как называют, отстойник такой, знаешь, для временного содержания непонятных персонажей, так скажем, ну, где-то около часа, да, вся эта процедура вместе заняла, в Украине проще все было, то есть, Украина как-то 15 минут вообще максимум, ну, там, да, посмотрели, все, да, там, что-то, я не помню, кто-то спросил-то про ID-карту, спросил украинский таможенник, не таможенник, пограничник, который документы проверяет, пограничник, ID-карту, паспортный контроль, я говорю, нет, я говорю, что, говорит, у тебя ID-карта, я говорю, нет, нету, и, как бы, не, не был замечен, спросил про прививку, про протесты, я говорю, нет, не делал, не прививок, не тестов, что-то не помню, что-то третье, еще спросил какую-то фигню, я даже не понял-то, что он по-украински разговаривал, я украинский не очень хорошо понимаю, вот этот, который классический, официальный, который язык, я на всякий случай сказал, нет, и все, точно, ну, хорошо, говорит, ладно, проходите, все, вот, и там следующие, кто за мной, следующие шли, он как через окошко, как реактал на всех, ну-ка, быстро, все, немедленно маски надеть, а я с ним без маски с ним разговаривал, он мне ничего не сказал, я только отошел, он на всю толпу это, таким громогласным голосом, таким приказным, прямо аж как, весьма, чтобы стоить, то ли нервный срыв, у него-то, не знаю, что, ну, в общем, мы так с женой переглянулись, да, интересная реакция такая. А тебе и жене что-то за маску говорили? Нет, нет, мы прошли спокойно, ничего не говорили, ни за маску, ни за тесты, ни за прививки, ничего, хотя спрашивали про вот эти программы, сиди дома, которые программы, Украина их, как бы, сейчас, вроде как, в обязательном порядке со всех трясет, вот, и в обязательном порядке спрашивают, чтобы они были на телефонах, но у нас не проверял, он просто спросил, у вас есть программы? Да, да, есть, конечно, все, но он ничего, а у всех проверял, то есть предъявите, покажите, чтобы, видел, там, счетчик идет, там, когда нажимаешь, когда вот пересекаешь границу, там, бегут секунды. Ну, он просто спросил, есть? Я говорю, да, да, есть, конечно, все там стоит. А, ну, ладно, хорошо, все, проходите. Получается, на российской границе ты предъявил только удостоверение почтмейстера, а жена загранника и удостоверение почтмейстера, да? Да, да. А на украинской границе как? Тоже удостоверение почтмейстера ты предъявил? Украинская, да. Удостоверение патчмейстера делал. А ты как делал? Сначала удостоверение показывал или говорил словами, что ты патчмейстер? Говорил обязательно, да. Там вот это вот обязательно сначала идет устная декларация. И она имеет... Вышел в медическую силу, присутствует двух свидетелей. Да, 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 да. Перед бумажными. Поэтому сначала объявляешь, что ты. Заявляешь о том, что я живой мужчина с именем. Таким ты являюсь патчмейстером Всемирного почтового союза. Мой статус неприкосновенный. Как в мирное, так и военное время никто не может препятствовать моему передвижению, как по суше, так и на море. И после этого говорю, вот, мое свидетельство. Слушай, ну если видео невозможно записать, неужели никто не догадался аудио хотя бы записать? Слушай, не было мыслей таких даже. Вот я тебе серьезно скажу. То есть вот у меня как-то даже не появлялся. Я вот пока, до тех пор, пока не увидел твои ролики в Ютьюбе, то есть я даже никогда не задавался таким вопросом. У меня даже мыслей никогда таких не было, чтобы на границе что-то снимать. Ну не знаю, конечно, сейчас появились мысли, конечно, вот. Но здесь, как говорится, надо тысячу раз подумать, стоит ли этим заниматься. Потому что, как нам первый раз, когда нас задержали, они нам очень четко, внятно сказали, погранцы, что мы вооружены и очень опасно. А с вооруженными людьми, у которых приказ, как бы, ну тут ничего вы не докажете. То есть мы выполняем приказ и как бы дали понять, что если что не так, то в принципе можем и стрелять. В легкую совершенно, абсолютно. И нам ничего за это не будет. То есть они это неоднозначно дали, вернее, однозначно они дали это понять. При том, что мы себя вели просто, ну вот, в высшей степени, во-первых, спокойно, во-вторых, очень вежливо. Ну даже я бы даже сказал так, подчекнуто вежливо по отношению к ним. То есть любой разговор мы всегда обставляли, вот именно, мы можем объяснить. То есть вот то, что мы говорим, без проблем. Если вам это интересно, пожалуйста, мы поделимся информацией, мы расскажем, объясним, где, чего, откуда, как, почему, зачем. И в итоге они действительно очень много вопросов задавали, интересовались. И в частности про общину тоже очень спрашивали много, потому что мы сейчас еще и общинники, параллельно, до кучи. То есть мы носители естественного права. И по этому поводу тоже очень много задавали вопросов. Но что интересно, первый раз, когда нас задержали погранцы российские, наряду вот с этим, с удостоверением почтмейстера, мы показали и наши документы общины. Ну, соответственно, там грамоты все, там родовые, именные, там охранные, документы по общине. Вот они на них даже не взглянули, эти документы. Их интересовал вот этот документ. И там даже они вызвали специального эксперта по документам. Ну, по крайней мере, он так представился. Какой документ? Удостоверение почтмейстера. И, по крайней мере, он представился там, что он какой-то оперуполномоченный по каким-то вот этим экспертизе документов, подделке и так далее. И он крутил, вертел его и пытался сфотографировать, вот, на что я говорю, нет, нельзя, запрещаю. Вот, он там всячески как-то из-под тяжка пытался его, ну, в общем, проявлял чудеса... Чудеса эрудиции? Да, 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 там как-то крутился с этим телефоном, чтобы как-то сфотографировать. Я говорю, ну, я же вижу, что вы пытаетесь сфотографировать мой документ. Я говорю, еще раз, я вам запрещаю. Потом он пытался провоцировать, а я вот сейчас его порву. А вот я возьму сейчас, ничего ты мне не сделаешь. Вот сейчас возьму и порву, и все. Как бы и выкину вот это в мусорное ведро, и ничего ты мне не сделаешь. Я говорю, ну, что же не сделаю? Сделаю. Я говорю, 200 тысяч штрафа с вас будет. Я говорю, есть статья, сейчас не помню по принципу, 325-я, по-моему, что ли, УК РФ. Порча чужих документов. У меня вот есть один свидетель. Он говорит, а как ты докажешь? А у меня вот супруга рядом, она свидетель. А супруга не является. А когда почему прекрасно является? Еще это вы решили, что не является. Я говорю, что является. И он сразу раз и сменил тему. Понял, что провокация не покатила. Я спокойно улыбаюсь. Говорю, 200 тысяч штрафа заплатите, говорю. Все, не вопрос. Вот свидетель, я заявлю, что вы испортили ему личный документ. Вопрос возник у зрителей. Как получить удостоверение почтмейстера в России, если почта России ФГМУП, то есть Федеральное государственное нейтральное предприятие, где-то 2 года назад преобразовано в акционерное общество? И, насколько нам известно, оно вообще не входит в почтовый союз. У них не то, что лицензии на самих себя нету до сих пор. Вообще, насколько нам известно, у них не то, что лицензии нету на акционерное общество, потому что везде до сих пор на каждой почте висит лицензия ФГУП «Почта России». И, более того, насколько нам известно, они вообще не включены во Всемирный почтовый союз. То есть, их даже этой лицензии лишили. Из двух частей вопрос, я понимаю. Первая часть, как получить. Получить его никак, его не получить. Его невозможно получить. Его можно только изготовить самому. То есть, изучить всю информацию по тому, как это сделать на официальном сайте Всемирного почтового союза. Ну, вот у кого это получится. Потому что там не так все просто информацию это все оттуда достать. Но там есть четкая инструкция, как это сделать. Отправить письмо самому себе, изготовить удостоверение в соответствии с международным стандартом, что обязательно должно быть, присутствовать. Ну, и, соответственно, свое добавляешь уже по своему пониманию, что тебе необходимо. То есть, его нужно изготовить самому себе. То есть, его получить нигде невозможно. Ну, это понятно. Ты сам себе изготовишь через почту, но у почты-то нет лицензии. И по РФ-овскому законодательству, и от Всемирного почтового союза, я так понял, нет. Почему через почту? Нет, здесь почта вообще ни при чем. То есть, ты сам себе просто изготавливаешь его, и все. Но через почту? На основании... Нет, не через почту. Ты сам себе его изготавливаешь. А-а-а. А номер где берется? Вот, письмо сам себе отправляешь. Ну, через почту же? Да. Вот письмо через почту, да. Отправляешь письмо сам себе, от живого живому. И вот этот номер, трек-код письма, вот этот номер, там, 14, по-моему, 14, по-моему, цифр, да, 14 или 16 цифр. Вот они являются уникальным номером вот этой вот записи о том, что ты живой. То есть, живой отправил письмо сам себе, и он его получил. То есть, тем самым, эта процедура, описана в уставе Всемирного почтового союза, вот эта процедура является подтверждением того, что ты живой. Потому что мертвый этого сделать не может. И, соответственно, если ты сам себе отправил письмо, значит, вот эта процедура, ты уже подтвердил, что ты живой. И, соответственно, вот этот трек-код этого письма является уникальной записью в системе. То есть, система таким образом настроена, она реагирует. То есть, она видит вот эти письма, которые отправитель и получатель, один и тот же человек. Не-не-не, смотри, это все ясно. По технологии я примерно представление имею. Это еще эту тему Дмитрий Мецлер три года назад поднимал. И многие пошли по этому пути. Вопрос в другом. Российская почта, вот это акционерное общество Почты России, имеет право такие действия совершать от имени Всемирного Почтового Союза? Смотри, я не знаю, как вот сейчас на данный конкретный момент, потому что меняется все практически каждый день. Поэтому не могу сказать точно на 100%, что у них происходит. Какая ситуация на данный конкретный момент. Два года назад, когда мы делали вот эту процедуру, они были и на сайте, и светилась там, и Российская Федерация светилась, вот и Почта России светилась. Из того, что я вижу сейчас, что эмблемы у них поменялись, у Почты России поменялись эмблемы, и штемпели, кстати говоря, и вот в Украине Укрпочта, которая тоже входит в Всемирный Почтовый Союз, значит, у них тоже штемпели поменялись. Поменялись буквально вот где-то месяца два, может быть, три назад. Месяца три назад, наверное, да. Мы отправляли письма, были вот эти вот советского образца, такие обычные, круглые. А вот сейчас уже штемпеля у них другие, там с каким-то рисунком там. То есть, ну, в общем, видно, что произошли какие-то изменения. С чем это связано и как? Ну, здесь можно только догадываться. Официальную информацию мы нигде не смогли получить. И я так думаю, что здесь, ну, мы, по крайней мере, вот я там и мои соратники, да, мы исходим из заявительного права. То есть, до тех пор, пока публично не было нигде это озвучено, ни самим Почтовым Союзом Всемирным, ни Почтой России, ни какими-то другими вот этими почтовыми службами, которые входят, там, 192 страны, которые входят в Почтовый Союз, до тех пор, пока официально не было заявлено, то есть, значит, по умолчанию действуют старые правила. То есть, мы вот мотивируемся вот этим. Мы не смогли нигде найти, ни на каком официальном сайте не смогли найти то, что Почта России исключена, например, там, или контракт недействителен, ну, или хотя бы хоть что-то с этим связано. То есть, пока висит информация, что все, там есть СССР, значит, Почтовом Союзе, есть Российская Федерация, есть Украина, ну, и так далее. Короче, 192 страны. Так, а за последние два года кто-то делал себе удостоверение патчместера в России? Ну, я так, насколько знаю, и сейчас, и сегодня делают люди. Нет, ну, вот из твоих знакомых кого-то знаешь, кто сделал себе удостоверение патчместера и смог пройти с ним сквозь границу? Ну, кто смог сделать, я знаю, но насколько проходили границу или нет, вот это я не могу точно утверждать. То, что делать делают, это я знаю, да. А вы с женой когда, в каком месяце, два года назад сделали? До октября или после 2019? Нет, мы делали летом. Значит, до преобразования в ГУП, в акционерное общество? Да, да, то есть еще была, да, еще была вот та, еще была та старая. Сейчас я знаю, что почти все сталкиваются, вот даже на первом этапе, отправление письма самому себе. В зависимости от региона. Странная ситуация, вроде Россия одна, вроде как, звучит официально. Но в каждом регионе свои погремушки очень сильно отличаются. Где-то люди совершенно легко, спокойно отправляют письмо от живого, живому, самому себе, просто с одним именем, без отчества, без фамилии. Отправляют и получают. Где-то получается у них отправить письмо, но им не выдают, они получить не могут это письмо. Они говорят, а вот вы нам покажите документ, где будет написано, что вот как тут на конверте, там, живой мужчина с таким-то именем. Вот и мы вам это вручим отдадим. А есть регионы, где даже не принимают вообще. То есть вот совсем говорят, нет, мы такое письмо принимать не будем, и все. И вот просто нет, и все. Ну вот как-то ищут обходные пути. На разных отделениях почтовых работают разные люди. Где-то уже шмурдяком попорченные. Там совсем тяжело. Ну, насколько я понимаю, судя из того, что рассказывает народ. А где-то более человечные, где-то еще не совсем потеряли свои души, а там попроще. Ну, вот так вот такие данные. Ну, я из своей практики знаю, что все зависит от человека, от сотрудника, от должностного лица, с которым общаешься. Две стадии. Рядовой сотрудник и начальник отделения. Лучше всего сразу на начальника отделения выходить. И это не от региона зависит. Это зависит именно от каждого человека в отдельности, от каждого должностного лица. Да, полностью согласен. Абсолютно. Сто процентов подтверждаю. Конечно. Да. Ну, и от самого человека, кто отправляет письмо, тоже очень много зависит. Потому что вот в прошлом году летом знакомая девочка в Крыму отправляла письмо сама себе. Первый раз отправила и отказались наклеить марки. Там уж чем-то они мотивировали, каким-то вообще непонятным. Такого никогда не было. Она мне звонит и говорит, ну, вот так и так вот. Я свои марки наклеил, а они взяли и срезали мои марки, да еще и свои не наклеили. Я говорю, нет, не годится. То есть сам конверт является документом, и там должны быть марки обязательно, и погашенные штемпелем. Она пошла второй раз. То есть получила она вот это письмо. Она пошла второй раз. Устроила там скандал начальнику. Там два часа с ними ругалась, но в итоге у нее приняли, как она сказала. Я говорю, вот я ей объяснил, говорю, ты просто оттуда не уходи. Вот просто не уходи, скажи, я вот здесь буду вас жить тогда. Все, не уйду, вы обязаны принять. Я знаю, что вы обязаны, я говорю, ссылайся на Всемирный почтовый союз, на инструкции и так далее. В общем, два часа она с ними провела бой с начальником. И в итоге у нее приняли, наклеили марки все, и получила она. Правда, получала тоже так же с боем, но в итоге все-таки выдали. То есть она добилась своего. То есть еще тоже зависит от самого человека, помимо всего прочего. Я правильно понимаю, что это обязательно должен быть конверт, а не открытка? Да, это должен быть конверт. И внутри конверта должно быть обязательно хотя бы один лист? Да, что-то должно лежать. То есть конверт должен быть не пустым. То есть там что-то в нем должно быть обязательно. А что конкретное? Что-то конкретное или любая бумага? Ну, здесь на усмотрение самого владельца этого конверта. То есть кто-то сам себе фидегит отправляет. Кто-то сам себе какую-то клятву отправляет. Вот, клянусь с этого момента, быть живым, честным, справедливым. Кто-то чистый лист просто отправляет на свое усмотрение. Здесь, в принципе, без разницы. То есть это уже, как говорится, ты хозяин, ты барин. Ну, слушай, ну я смысла не вижу отправлять афидевит и клятву. Во-первых, это одно и то же. Афидевит – это клятвенное заверение. То есть, по сути, клятва, присяга. Ну или декларация. Ну, клятва, самопроклятие, клянусь ся, то есть сам себя проклинает. Проклятие самого себя, пересылай самому себе, я вообще смысла не вижу. Ну, у афидевита два смысла. То есть, один смысл афидевита – это клятва, да, как правильно ты говоришь. А второй смысл – это декларативное заявление. То есть, и так, и так. Это мы раскопали в канонах канонического права. А смысл его отправлять в конверты? Я так понял же, конверты не сканируются, невозможно же прочитать, что там написано. Предполагается, как бы, да, что человек отправляет сам себе какое-то напутственное желание. Что вот ты вернулся с моря, ты сейчас как бы начинаешь новую жизнь, возвращаешься в новую жизнь. Ты как бы себе вот напишешь какие-то обещания, не знаю, да, или там какие-то правила прописываешь. Ну, вот я так понимаю этот смысл. Я тоже не вижу смысла сам себе отправлять афидевиты еще, что бы то ни было. Но факт то, что из того, как вот вывод, который мы сделали, мы изучали больше года всю эту процедуру. То есть, мы пришли к тому, что там что-то должно лежать в итоге. То есть, что там лежит, все равно кроме тебя никто не знает. Поэтому даже если ты положишь туда чистый лист, потому что письмо уже по весу взвешивается, ты заказное отправляешь письмо, они его взвешивают. То есть, чтобы было видно, что конверт не пустой. А что ты уже там вложил, ты уже, в принципе, решишь сам. Что ты там сам себе отправил. Ну, получается, вложить нужно все, что угодно, чисто ради веса. Да, да, да. Я несколько раз отправлял, потому что не с первого раза тоже получалось. Потом мы понимали, что где-то допустили ошибки. Один раз я даже просто кусок газеты положил. Под рукой ничего не было. Оторвал кусок газеты, положил. Ничего. Требования к конверту – это должен быть почтовый конверт, стандартный, который они продают, или чисто белый без всего? Лучше белый без всего. То есть, если это почтовый конверт с их маркировками, то эти все маркировки нужно обязательно погасить. Обвести чертой красной пасты и своим именем погасить. Там на лицевой стороне сверху вниз под углом 45 градусов, на задней стороне снизу вверх. В зависимости, где еще справа-слева стоит маркировка. Потому что эти маркировки ихние, если взять Почта России, например, они на всех конвертах ставят свою маркировку. Это марка считается. Там какой-то герб у них свой, орел какой-то у них дохлый. То есть, это считается марка. А там, где стоит марка и не погашенная, то это их собственность. Поэтому лучше купить в канцелярском просто белый чистый конверт без всяких маркировок. И написать, отправить самому себе. Либо там уже придумывать. Закрывать этими скобками красными, квадратными. Все их там, эти штрих-коды. Типографским способом все, что нанесено на конверт почтовый. То есть, это все нужно тогда закрывать квадратными скобками. Красного. Ну, ясно. Ну, проще всего белый конверт взять, правильно? Да, да, да. Чтобы не думать, где-то ты ошибся, правильно сделал, нет. Купил белый конвертик и все, отправил. А такие продаются на почте, белые? Не, на почте нет. Ну, я не видел, по крайней мере. И здесь тоже, кстати, в Украине тоже нет. Все только маркированы. Я покупаю в канцелярском магазине. В канцелярском они продаются. Приходишь в любые. Там и формат А4, и А5, и меньше. Да, и А6. Какой хочешь, конверт можно купить. А требования к цвету, когда будешь заполнять адреса от кого и куда, есть? Красный, зеленый, фиолетовый? Мы по первости выделяли имя красным цветом, но потом почта стала на это реагировать, так скажем, негативно. И мы потом еще раз все это изучили, посмотрели. И пришли к выводу, чтобы не возбуждать у них лишнюю агрессию, можно все заполнять фиолетовым цветом. То есть чернила фиолетового цвета. При этом говорят, что этот цвет похож на синий, да? Да, он похож на синий, но он очень сильно все равно отличается. То есть когда привыкаешь к фиолетовому цвету, его сразу видно, что это не синий. И обязательно должны быть не шариковая ручка. В идеале, конечно, вообще жидкие чернила, как раньше перьевые ручки были, помнишь? То есть это вообще идеальный вариант. Если нет, то мы используем капиллярные ручки. Ну там это тоже внутри чернила, да, и они промокают. То есть это вот пишешь, и она сразу впитывается в бумагу, в чернила. Ясно. Требования к адресу есть, к индексу? Да. Указывать нужно свой адрес не так, как он у них зафиксирован в системе. То есть там они начинают, они же заставляют везде писать сначала улицу. Вот пишите сначала улицу, номер дома, квартира, а потом там все остальное, область, город и так далее. Нет, нужно писать так, как мы раньше писали в Советском Союзе, вот если помнишь. Если ты живешь в России, внутри России, не обязательно писать там вот это Россия, там Алиссер, вот это не надо писать. Просто область, начинаешь с области. То есть первый, самый главный регион, область, там, например, Московская область, потом дальше город, там, пишешь город такой-то. И писать нужно полностью все словами, то есть не делать сокращения. То есть область полностью словом город, полностью словом улица, полностью дом, полностью квартира, полностью. И точно так же писать на получателя. То есть также пишешь вот сам себя, значит, получатель, живой мужчина с именем таким-то. И также пишешь область, там или регион, город, улица, дом, квартира. И да, еще очень важный момент. Индекс нужно обязательно заключать в квадратные скобки. То есть, когда ты под отправителем и под получателем пишешь индекс, цифры, эти цифры нужно справа-слева квадратными скобками закрыть. Но это в квадратных скобках здесь не написано вообще, да? Ну да, это как бы такая ничтожная информация, не имеющая значения. Но это касается российских индексов. А если узнать индекс Советского Союза, старый, местный? Не, не, не нужно. Не нужно, ну так скажем, тем отдельного разговора. Там очень много ловушек стоит. И сейчас по той информации, которую мы накопали, и другие тоже ребята в этом направлении роют, именно по документам на сегодняшний день там тоже все как-то очень грустно получается. с этим гражданством СССР. Поэтому сейчас лучше ориентироваться и сходить из того, что объявлено всему миру. Вот до тех пор, пока СССР официально не заявлен нигде, не объявлен, да, что он восстановлен там или что, вот. То лучше ориентироваться вот тем, как на сегодняшний день называется местность. Да, то есть вот если местность обозвали Российской Федерации, да, то, значит, товарищ ВВП в ООН получил мандат на управление этой территорией, да, то есть он как смотрящий по этой территории. У него мандат там со всеми полномочиями, соответственно. И другого заявлено не было. Ни в ООН никто не заявил там, ни в других международных организациях заявлено не было. Поэтому по умолчанию действует вот то, что последнее было. Поэтому, исходя, вот основываясь на вот этом правиле, да, вот как бы он по умолчанию принят во всем мире, то лучше все-таки, ну, по крайней мере, вот с моей точки зрения, и моих соратников использовать то, что общепринято, то, что общеизвестно. Нам кажется, что так надежно. Ясно. А требования есть вот к этому написанию, то есть самоопределению? То есть вот у меня самоопределение-то, живой мужчина, хозяин имени Антон. Ну, правильно, хозяин, тебе же родители подарили в дар имя. Поэтому ты хозяин, правильно? Можно хозяин, можно просто с именем. Не-не-не, у меня другая ситуация. Имя Антон с большой буквы, буква первая, это подарили родители. Я сам себе выбрал имя другое с маленькой буквы, первая буква О, Антон. А, ну, все без проблем, это твое право. А кто тебе может запретить? Никто. Я сам себе хозяин, конечно. Здесь смысл в чем? То есть здесь вот сам-то статус, вот он статус, именно то, что называется, когда вот прописывается в международных документах, пишется статус, да, там, на русском, на английском. Так вот сам статус, он живой, живорожденный. Вот этот статус, да. И по-английски там есть тоже это определение четкое, да, вот живой, живорожденный. Вот это и есть статус. Когда ты объявил себя живым мужчиной, или, ну, там, мужчиной или женщиной, если женщина объявляет себя, да, живой мужчиной, да, то, в принципе, как бы, то есть имя данное Богом, самим Богом по тому закону, который сейчас является, как бы, обязательным для всех, пока вот он еще принят, да, это Библия. Там в Библии четко прописано, да, что Бог сначала создал мужчину, потом женщину и нарек их человеком, да, то есть нарек именно речения. То есть это вот человек – это божественное имя, которое дал сам Бог. Но тут тоже подвох. Мы в канонах это раскопали, канонического права. Там четко определяется, то есть речь идет о истинном человеке. Вот так вот, два слова, истинный человек. Вот тогда это имя Божье, то есть имя, которое дал сам Бог. А когда просто человек применяется, вот просто человек, да, вот люди там говорят, я человек, все, это товар. То есть человек – это точно такой же товар, как и все остальное, но только такой вот высшего качества товар, дорогостоящий, поэтому палками его не колотить, наручники сильно не затягивать, то есть, ну, в таком плане. По конституции наивысшая ценность для системы? Нет, это обман. Конституция – это ловушка. Конституция – это устав корпорации. Вот, и само государство – это корпорации, да, вот, которые были, да, это корпорации. То есть нам сказали, что так называется, да, то есть это, в принципе, одно и то же. Государство и корпорация – это одно и то же. Почему? Там правда написано, человек является наивысшей ценностью, то есть имеет цену. А, ну, в том плане, да, он имеет ценность, да, как товар, наивысший товар, да. Я тебе к этому и веду, и еще справочники, там, как он называется-то, я забываю все время, экономический классификатор, 792-й код, человек. Да, 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 совершенно верно, да. Экономических единиц, что-то справочник, забыл, как он называется. Да, совершенно верно, да, и в документах, и в ЕСЮС, кстати, это прописано, и в каноническом праве это четко прописано, что это… А в каноническом прописано, насколько я помню, что слово «человек» выдумано в 16 веке и является фикцией? Да, совершенно верно, является фикцией, четко, совершенно, прям дословно все цитируешь, да. Ну, так уже сколько варимся в этой теме. Смотри, дальше вопросы по конверту, марки, что с ними делать, как их покупать, какого достоинства, как, я так понял, сначала надо взвесить, да, упаковать, взвесить и в зависимости от веса купить определенные марки. Вот смотри, марки клеятся на почту, то есть почта должна вот эту процедуру произвести, то есть когда ты, то есть вот для того, чтобы она наклеила марки, то есть письмо должно быть заказным, ну, просто обычное заказное письмо. Подожди, 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 у заказного письма есть три характеристики – цены с уведомлением и с описью. Что из этого использовать? Простое, можно использовать простое заказное. Без уведомления, без описи, без объявленной ценности, да? Да, 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 можно использовать, да, можно, если придерживаться четкой инструкции Всемирного Почтового Союза, то там речь идет просто обычное заказное письмо. Но в наших реалиях мы пришли к выводу, попробовав и так, и так, пришли к выводу, что лучше заказывать заказное с бумажным уведомлением, что потом еще пришло тому, кто отправил, еще одно подтверждение, что и отправил живой. Ну, система у нас такая очень хитропопая, то есть, как бы это лишнее свидетельство не помешает. Потом и это уведомление тоже является документом. То есть, тогда у тебя есть и конверт, и к нему еще есть бумажное уведомление. То есть, как бы дважды подтверждено, что и живой отправил, и живой получил. Вот здесь может повторно сработать человеческий фактор, потому что в уведомлении обязательно все работники, они привыкли, то есть, по инструкции они привыкли, что там нужно обязательно писать паспортные данные. Я так понял, этого делать нельзя ни в коем случае, правильно? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае нельзя писать паспортные данные, потому что система будет вбита, что получило физлицо. Поэтому ни паспортом, ни паспортными данными ни в коем случае нельзя пользоваться. Ясно. В общем, марки и вес, они сами определяют и сами же гасят, да, своей печатью? Да, они взвешивают, определяют, сколько там это будет стоить, наклеивают соответствующие марочки свои. Опять же, в УСТА и ВПС прописано, что марки нужно купить отдельно и им дать, чтобы они наклеили. Но я не вижу в этом смысла, потому что мы-то все равно покупаем эти марки на почте. То есть, они берут эти марки, или можно их оплатить отдельно, сказать, вот какие марки. Но опять же, мы и так, и сяк смотрели на эти все моменты, не видим в этом смысле. Главное, чтобы они наклеили эти марки на конверт сами и штемпелем погасили. То есть, вот это тогда получается, да, вот это получается документ, заверенный вот этим вот почтовым союзом. Ты же говорил, что тот, кто гасит эти марки, по сути, приобретает права на данную собственность. Не в этом случае. Вот не в этом случае. Просто есть категорическое мнение у некоторых людей живых, что если уж и отправляешь подобное письмо, да, или вообще простое письмо, допустим, в прокуратуру, то ты должен доказать свою дееспособность, то есть, выполнить всю процедуру самостоятельно, сам взвесить, сам определить количество марок, ну, возможно, с подсказкой сотрудников почты, и сам загасить эти марки, то есть, по диагонали написать свое имя, через двоеточие, знак копирай, самостоятельно наклеить, погасить эти марки и отправить. Вот тогда ты, по сути, доказываешь свою дееспособность полностью, то есть, ты самостоятельно отправил письмо. Ну, смотри, здесь, может быть, раньше, может быть, раньше это имело смысл, сейчас, после 1 сентября 2013 года, после мотопроприо, здесь как раз наоборот, ты докажешь свою недееспособность. Если говорить про оформление конверта, когда идет взаимоотношение с так называемыми государственными службами, да, с чиновниками, то на конверт ставишь отпечаток пальца, большого пальца правой руки, верхний правый угол. То есть, вот когда ты оформляешь отправитель, прописываешь там, вот, отправитель, живой мужчина с именем таким-то, и, значит, напротив этого, в верхнем правом углу, красным цветом, ставишь отпечаток своего пальца. Если у тебя письмо, не объявлена ценность на это письмо, то есть, без описи отправляешь, то почтовая служба обязана безуплатно это письмо принять и отправить. Это четко прописано в уставе Всемирного почтового союза. Вот, а если ты объявляешь дополнительную ценность на это письмо, то тогда, да, ты доплачиваешь за эту ценность. Так а как правильно сделать? Без объявленной ценности безоплатно отправить? Не, ну, мы здесь не жадничаем, потому что нам всем нужны вот эти описи, поэтому ценность, чтобы получить описи, нужно объявить ценность, поэтому доплачиваем, конечно. Когда с госорганами бывшими взаимоотношения производим, составим... Не-не-не, подожди, подожди. Госорганы давай в сторонку подвинем. Сейчас говорим только о патчмейстере, об оживлении через патчмейстера. А, ну, ты спросил про прокуратуру. Не, я привел в качестве примера прокуратуру, просто в качестве примера. А, ну вот, а я здесь тебе как бы стречный говорю о том, что если уже говорить о дееспособности, если идет взаимоотношение с госструктурами, то тогда нужно пойти по инструкции, по процедуре, которая прописана в уставе Всемирного почтового союза. Это отпечаток пальцев в верхнем правом углу красного цвета, да. Ясно, подожди, подожди. Давай подвинем все эти госструктуры в сторону. Сейчас тема вот четко сам себе письмо отправить. Получается, они сами клеят марки, сами взвешивают, сами гасят штемпелем. А фото на конверт имеет смысл наклеивать? Или прям конверт распечатать? То есть, нанести изображение самого себя? Потому что я слышал, многие так делали, и в виде открыток, и на сам конверт, просто мотивируя это тем, что проще получить. Когда чем-то кажете, он говорит, а вон же на конверте мое фото, это я. Проще поставить рядом со своим именем отпечаток пальца, где прописал отправитель, написал имя, и рядом поставил только фиолетового цвета, не красного, а фиолетового, фиолетового цвета, отпечаток пальца. Вот, все. То есть, это четкая идентификация тебя, твоей биометрии. А как я могу определить, если потом спрашивают, я читал ее на почте, а как я могу определить, что вы, это вы? А вот видите, отпечаток пальца стоит. Давайте мне бумажечку, я вам сейчас вот на бумажечку поставлю, вы сравните, и все, и вопросов нет. А, ну да, ну да, точно, это вы. Вот как вариант. Потому что фотографию, ну, тут можно оспорить. А вы это, не вы, нанесли, а может, тут наклеил специально. Ну, вот тут могут быть вопросы. А по отпечатку пальца тут уже все. Отправитель у тебя приняли с твоим отпечатком пальца, значит, это уже твое. Можно поставить его в присутствии прямо на почте, в присутствии почтальона, который принимает твой конверт. Прямо в его присутствии ставишь. Вот видите, написано имя, вот я отпечаток ставлю свой, где отправить. Ну, ясно. И совсем для трудных можно ситуаций еще и фото добавить. Ну, да, да, совсем трудных, да, можно, в принципе, да. Так, скажи, весь этот процесс отправки и получения следует снимать на видео? Да, я не вижу смысла, на самом деле. Важен сам конверт, да? Да, важен сам конверт, да, я не вижу смысла. Но бодаться с почтовой службой в качестве физлица все равно не получится, потому что у них полномочия выше, чем у физлица. А когда ты уже ожил, так они тебя уже все принимают, они себя без документов обслуживают. Там вот почтовом отделении, которое уже знает, что ты отправляешь и получаешь как живой там мужчина, вот, не знаю, у меня уже давно документы не спрашивают ни при отправке, ни при получении. Я прихожу спокойно, со мной все здороваются, улыбаются, все мне отдают, вот, и все, я спокойно ухожу. Ясно. А так, значит, при отправке, насколько мне известно, никаких документов не нужно предъявлять, тут проблем не возникнет. Нет. Отправляем и, получается, берем, получаем чек об отправке или, я так понял, безоплатно отправляем? Нет, почему? Оплатно. Заказное. Сам себе, оплатно, конечно, ты же сам себе посылаешь. Как лучше оплачивать? Наличкой, картой, там, без нала? Да, без разницы, абсолютно. А говорят, можно прям марками оплатить отправку? Знаешь, я слышал про такое, но вот в практическом исполнении я такого не видел. То есть, вот я в интернете читал, многие там что-то пишут по этому поводу, но вот на практике, ну, по крайней мере, ни у меня, ни у моих знакомых не получилось ни разу такого, чтобы вот что-то можно было марками оплатить. Если кто-то знает просто больше информации и владеет вопросом, может быть, да. Я знаю, что марки уникальный платежный инструмент, и там с помощью марки можно много чего погасить. В том числе там и многомиллиардные долги. Но это вот тут я пока еще в этом деле не разобрался до конца, поэтому не могу точно сказать. Ты, наверное, хотел сказать не уникальное, а универсальное. Универсальное, да, универсальное. Получаем чек, идем спокойно домой по своим делам, и когда письмо проходит полный круг регистрации, они же его с почты отправляют в сортировочный центр региональный, оттуда оно возвращается обратно, и приходим, получаем уведомление, нужно расписаться, правильно, поставить дату. Да, там пишем уже, когда получаем письмо, то уже вместо росписи пишем «Честь имею». Да-да-да, именно так. Чем обусловлено? Ну, это универсальная форма росписи. И, кстати, именно такой тоже пользуются судьи, чтобы не ставить акцепт на документы, которые к ним попадают в руки. Универсальная форма росписи для того, чтобы не акцептировать документ. То есть, вот документ, ты не знаешь его назначения. Будешь ты должен по нему, не будешь должен. Просто пишешь там, живой, если ты, например, мужчина, там, живой мужчина, и пишешь «Честь имею». Все. Ну, по крайней мере, мы все вот так делаем, никаких проблем. Как бы все проходит, и даже за пенсию люди так расписываются, получают. И все, никто не докапывается. Ясно. Значит, получил конверт. Вскрывать его прямо на почте или это можно с собой просто забрать и не вскрывать? Вскрыть обязательно? Нет, не обязательно, нет. Забрал, ушел, все. Что дальше с этим конвертом делать? Заламинировать его, не знаю, файлик положить? Заламинировать нельзя. Файлик положить, да, и хранить вечно, пока живешь. Все. То есть, это вот документ, который подтверждает, кто ты. То есть, даже вот если вообще никаких документов нет, вот все сгорело, предположим, да, но вот там где-то под сердцем остался вот этот конверт. Все. То есть, этот конверт – твой документ. Ты можешь по этому конверту подтвердить, кто ты есть на самом деле, и никто не имеет права это оспорить. Хорошо. Конверт у тебя есть на руках. Дальше как удостоверение изготавливается? Нужен трек-номер, да, с этого конверта? Да, с этого конверта нужен только, ну, не с конверта, там и в чеке трек-номер будет прописан. Все. А дальше уже, соответственно, да, уже выбираешь вариант. Там в интернете много всяких разных вариантов есть этих удостоверений. Выбираешь, так сказать, то, что твоей душе удобно, что твоей душе, как бы, созвучно. Выбираешь форму удостоверения почти, а там, или свидетельства, да, вот у нас называется свидетельство. Кто-то пишет удостоверение, кто-то пишет удостоверение человека, там, ну, вот, кто во что гораст. Но там самое главное, что понимание того, да, что ты делаешь, зачем. И он должен быть на двух языках. Обязательно на английском. То есть, если русскоговорящий в России, значит, русский и английский два языка обязательно. И абсолютно все до последней точки должно быть продублировано на английском языке. Вот все, что прописано на русском языке, вот все должно быть продублировано на английском языке. Обязательно. Можно же сделать двухстороннее, да, на одном на русском, на другом на английском. Да, можно сделать так, да, многие делают так. Но единственное, что ламинировать нельзя. Нельзя ламинировать. Многие делают вот в виде карточки и делают ламинат. Ламинирование сразу же делает документ ничтожным. То есть, документ должен быть живой. Можно также в этот, в пластик, такие пластиковые, типа, как для метро. Есть же такие-то тонкие. Ну, как кармашки такие, да, 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 чтобы можно было вытащить, да. То есть, документ должен быть обязательно живой. Но он должен быть прописан живыми чернилами, так скажем. Не на лазерном принтере отпечатан. Если печатать, то только на струйном, на струйном принтере, на цветном. И какие требования к этому удостоверению? Фотография, там самоопределение, живой мужчина, хозяин меня, Антон, роспись и что еще? Фотография, да. И прописываешь, да, там вот те правила, которые применимы для патчмейстера. То есть, статус неприкосновенный. Никто не может препятствовать передвижению как по суше, так и по морю. Ну, там разные варианты. То есть, на самом деле, их вот там огромное-огромное количество. То есть, там уже выбираешь для себя, с какой целью, для чего ты этот документ делаешь. Потому что документы делаешь для людей, а не для себя. Расписываться обязательно? Автограф владельца, да, обязательно, конечно. А отпечаток? Мнения разделяются. Значит, кто-то категорически. Говорят, что нет, не надо никакие отпечатки ставить. Ну, там как-то мотивирует разными всякими моментами. Мы делаем с отпечатком. Мы делаем с отпечатком. Почему? Потому что, опять же, в каноническом праве мы четко нашли статус отпечатка пальца человека, человеческого пальца, да, он имеет статус абсолютная печать, высшая печать, которую невозможно оспорить никем и ничем. Мы заверяем, как бы, сами себе свидетельство отпечатком. Ну, и свидетели, соответственно. То есть, должно быть там, ну, как минимум два, лучше три свидетеля, которые заверят. Удостоверение? Вот удостоверение должны быть свидетели, да. То есть, нужно обязательно, должно быть не меньше двух свидетелей, которые подтвердят, как бы, вот, то, что там написано, а что ты, что ты, вот это ты. Желательно таких же живых, да? Втроем пойти, то же самое сделать? Да, да, да. Ну, конечно, да, конечно. Желательно, да, в статусе живых, конечно. Ну, или, по крайней мере, если они еще не оживились, то, по крайней мере, что они уже готовы это сделать, да, и вот они уже на этом пути, они в процессе, вот, то, как бы, здесь ничего такого страшного нет. То есть, если уже человек себя осознал живым, и он уже понимает, что вот он там завтра, послезавтра, через месяц, там, через два месяца, он все равно вот идет этим путем, и он себе там вот это будет делать оживление таким образом. Если у него нет на данный момент удостоверения патчмейстера, там, или письмо сам себе не отправил, то не значит, что он не может быть свидетелем. Может быть свидетелем. Главное, чтобы этот человек был в адеквате, так скажем, да. Вопрос по дальнейшим действиям. Получается, с этого момента нельзя себя нигде никогда признавать физическим лицом и расписываться за физлицо? Ни в коем случае. Ни в коем случае, потому что с этого момента система начинает тебя пасти, особенно первое время, и всячески начинает тебя провоцировать на подобного рода действия. Чтобы где-то ты признал себя ФИО, чтобы где-то ты поставил подпись, а не роспись, ну и так далее, все, что с этим связано. Почему-то начинают сразу активизироваться там всякие различные там госструктуры, там, банковские структуры, там, и же с ними, которые почему-то начинают названивать, искать это физлицо, персону, бенестрарам, которой ты являешься. А вот это вы? Нет, я такого не знаю. Вот вы ошиблись адресом, ошиблись, а ну ладно, хорошо. Вот или там звонить вот эти всякие опросники, вот телефоны, которые звонят по телефону, там, изучение общественного мнения, там, вот почему-то они сразу активизируются, это все заметили. Как только вот проведена, если она правильно сделана процедура, вот это оживление, сразу же начинаются какие-то дурацкие звонки, вот они, но на самом деле они не дурацкие, это вот так реагирует система, и им нужно сразу же убедиться, что ты физлицо по-прежнему остался, да, и успокоиться. Вот поэтому нужно быть готовым. Заранее подготовиться, там, не знаю, текст себе записать, чтобы не забывать, то есть отвечать, что нет, я живой мужчина, там, с таким-то именем, ну, и дальше двигаться, соответственно, в идеале это уже входить после этого. Назначать себя на должность генерального исполнителя имущества своего юридического лица, имя, отчество, фамилия. То есть, ну, это дальше следующий уже шаг, да, для того, чтобы уже общаться с системой как живой, потому что дальше с системой живому можно общаться только через свое юрлицо, ну, скажем так, для себя безопасно. Через свое юрлицо, которое учредило государство, ну, в нашем случае государство бывшее, оно правильно прописывается в юрлицо, имя в скобках, отчество, двоеточие, фамилия. Сама должность называется генеральный исполнитель имущества. Почему-то очень многие вот это слово у них выпадает, они становятся генеральными исполнителями юрлица, то есть подчиненными. Это получается бред. Правильно, это тоже, это взято из канонов коронического права. Генеральный исполнитель имущества своего юридического лица. Вот и до тех пор, пока ты официально, публично об этом не заявил, твоим имуществом имеют право пользоваться твоим попечителем. То есть это четко все прописано у них. Я так понимаю, физическое тело тоже является имуществом, поэтому не так легко и сажает по камерам? Совершенно верно, конечно. Да, причем с момента рождения. Да, там само свидетельство о рождении является тем самым договором передачи, когда родители добровольно передают опекунство, попечительство государству своего ребенка. Но мы от этого не знали. Но сейчас-то мы это уже знаем и понимаем, все вот эти процессы, как они нас облапошили и до сих пор дурачат. И поэтому, да, не с самого начала мы только родились, как только получили свидетельство о рождении в ЗАГСе. То есть мы автоматом уже преступники. То есть не просто мертвые, а преступники. И поэтому они нас уже с детства имеют право судить, сажать, обкрадывать нас и так далее. Налогами всякими нас нагибать штрафами. А преступники почему? Потому что происходит акт совершения преступления. Родители, ну это тоже мы буквально недавно вытащили из кронического права и нашли подтверждение в UCC, в Единобазном торговом кодексе. Это тоже четко прописано. То есть там по умолчанию совершается акт преступления. То есть родители совершают преступление, объявив ребенка по умолчанию как бы брошенным. И как бы поэтому государство через свидетельство о рождении, то есть как бы родители, да, не родители, это шли вот там мужчина, женщина или мать, где-то во дворе, где-то в подворотне, увидел этого ребенка, нашла, принесла, значит, вот этот ЗАГС. И они говорят, ну хорошо, все без проблем, значит, вот тогда давайте свидетельство о рождении мы выпишем. Вы нам принесли, мы его, значит, принимаем. Но за то, что мы у вас его принимаем, это в UCC прописано. Параграф, по-моему, 111, не ошибаюсь. Но мы возьмем в таких условиях, что вы, мамочка, еще будете нам платить. То есть вы будете наш должник. То есть вы нам еще будете обязаны за то, что мы вот у вас взяли этого ребеночка. То есть там вообще, короче, там они так накрутили. Это выглядит, знаешь, как будто при живых родителях сами живые родители сдают ребенка в детдом. Так и есть, да. То есть юридически, юридически это именно так прописано. В UCC-кодексе это вот прям дословно. Мы когда это все раскопали, у нас волосы дыбом стали. Вот именно вот так, да. То есть мало того, что родители совершили преступление против своего ребенка, добровольно его отдали его, значит, на попечительство, там в рабство и в тюрьму. То есть вот сама больница, больница – это банк. Больница – это банк. То есть юридически больница считается банком. И когда принимают роды врач, вот, там совершается вот это вот. Они оформляют еще очень много разных документов, которых мы не знаем. Ну, в UCC-кодексе они прописаны. Какие документы они там еще составляют на ребеночка. Там и вот эту кровь из пятки, которую берут, отпечаток пальца, пятки, ноги, ноги, ступни, отпечаток ступни и так далее. То есть это там все полностью, полностью, полностью прописано. И все это прописано вплоть до описания вот этого сатанинского обряда черномагического, значит, как они через сатанинский обряд вот этот подавляют, заключают душу в бумагу. То есть бумага становится тюрьмой. А непосредственно в тюрьму сажает уже ЗАГС. То есть вот там банк принял, оформил документы, а потом родители принесли, пришли с ребеночком в ЗАГС, чтобы оформить вот это сельство рождения. И вот там непосредственно, как бы, они сдают его в тюрьму, ребенка. И вот это сельство рождения, которое получаем, это вот есть как бы тот самый, ну, так называемый договор, по которому, значит, родители отдают на попечительство государства вот этого раба-преступника. Получается, детдом строгого режима, вот о чем как раз Наталья Рыбкина и говорила, что у нас по всем признакам, даже она так где-то в документах вычислила, что у нас до сих пор военное положение, а мы все заключенные, причем не просто заключенные, а заключенные какого-то типа медицинского учреждения с признаками слабовыми. Да, да, совершенно верно, да. Все вот эти госслужбы там, они созданы для того, чтобы присматривать как надзиратели? Да, да, потому что не, как это, не совсем здоровые, не совсем умственно здоровые люди, да, за ними надо присматривать, потому что они могут, ну, много чего натворить. Ну, как вот человек, который недееспособный, да, вот там немножко чуть-чуть двинутый психически, да, вот он может там что-то сделать такое, что будет опасно для его жизни, для жизни окружающих и так далее. Вот они все созданы, да, для того, чтобы за нами приглядывать, да, чтобы мы там руки-ноги себе там не отрезали. Тут даже дело не в руках и ногах и не в физическом вреде, внушают с детства, со всех источников, через школу, через детсады, через университеты, через работу, и вот в суде там спрашивают, первый признак живого, когда приходят, идентифицируют, устанавливают личность, назовите себя там или представьтесь. Если человек говорит, я, фамилия, имя, отчество, ну, по сути он уже свидетельствует, и он опять же совершает преступление, не соображая, не осознавая, что он говорит. Он сам себя называет именем, фамилием и отчеством, хотя по факту он является на самом деле живым мужчиной или живой женщиной. Да, совершенно верно, так и есть. Да, зомбирует с самого детства, да. Потому что, подойдя к зеркалу, никто там не сможет прочитать ни фамилию, ни имя, ни отчество, но там четко видно, там живой мужчина или живая женщина. Да, совершенно верно, да. Я понял, я уже завершаю. Смотри, я в этом плане, фильм «Матрицу» я пересмотрелся с другого ракурса совершенно. Там вот именно про это зеркало и говорится, и про двойной выборок, там красная, синяя таблетка. Да, 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 согласен полностью. Если мне говорят, я это, ну, разговаривали там с детьми, я им разъяснял, что если вам предлагают либо одно, либо второе, всегда ищите третий вариант. Ну, это смысл, вон, это, из фильма «Замысел». Я об этом давно знал, и вот я им начал рассказывать, и что-то вот про «Матрицу» вспомнили, и говорят, а если сразу две таблетки принять, и красную, и синюю, что будет? То есть вот такие вопросы пошли. Ну, да, ну, да. И опять же, там в «Матрице» пробуждение происходит именно через зеркало, то есть он притрагивается к зеркалу и осознает, кто он, и после этого у него происходит пробуждение. Да, 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 совершенно верно. Так, у меня последний вопрос. По удостоверению патчмейстера, билеты ЖД или авиа кто-то тестировал, покупал, путешествовал? Значит, ЖД, да, ЖД без проблем. Все катаются, все ездят, а авиа пока никто не проверял. Вот, если у меня получится, с ближайшей время проверить, то, значит, я поделюсь информацией. По ЖД проблем никаких, спокойно абсолютно. Добро, у меня к тебе просьба, если кто-то из патчмейстеров хочет инкогнито дать интервью и поделиться практикой какой-то, либо опытом уникальным, просьба, ну, дать мои контакты, чтобы на меня вышли, пообщаемся. Да, без проблем, конечно, никаких проблем, добро. Добро, добро, конечно, пускай люди знают, естественно, я с удовольствием делюсь информацией, потому что время такое, что надо людям просыпаться, иначе никак, по-другому никак. Да, да, ну и просьба напоследок. Я всем уже давно говорю, года два, что теории уже слишком достаточно, ее намного больше, чем практики, нужна практика, нужны хотя бы аудио, а еще лучше видео. Ну, вот я уже об этом задумался, будем смотреть, нам в скором времени предстоит очередное пересечение границы, посмотрим, насколько это возможно, что получится, что не получится. Да, 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 элементарно клич кинуть, там кто-нибудь съездите в соседний город, ЖД-билет купите по удостоверению патчмейстера и приедьте обратно. Все, час туда, час обратно, двухчасовое видео нарезало, готово, смотрите. Ну, ЖД-билетами без проблем, только единственное, что их живьем покупать надо, то есть через эти службы электронные не получать, там только паспорта нужны, а вживую без проблем, в кассе. А почему, по ЖД нету, там есть иной документ, прописываешь там цифры и все. Не знаю, у меня ни разу не получилось, я сколько раз пробовал, ни разу не получалось, а вживую без проблем. Ясно. Добро, благодарствую за разговор. Взаимно, всего доброго, хорошего вечера, всего доброго, счастливо. Счастливо.